Да, добрый день. Марат, здравствуйте. Как ваши дела? Ну, не знаю. Понятно. Что ж, давайте начнем. Давайте начнем. Представьте в двух словах, кто вы и чем вы занимаетесь, чтобы у слушателей было представление, о чем пойдет речь. Меня зовут Марат Гельман. Кто я? Сложный вопрос, потому что, ну, в целом я как бы деятель культуры. В 90-м году я открыл галерею. Это была первая частная галерея в России. И вот в таком качестве, ну, наверное, 20 лет точно просуществовал. В 2008 году я стал директором музея. Потом я был куратором, делаю много разных выставок. Сейчас последние шесть лет живу в Черногории, возглавляю Европейский культурный центр, делаю выставки. Ну, что еще? Я не знаю, что сказать. Консультирую. Ну, то есть продолжаю заниматься тем, что называется арт-бизнес. Вот. Во всех, со всех сторон. Отец шести детей. Вау, вот это очень почетно. Здорово. Вот во множестве источников вас упоминают как первого российского арт-дилера. То есть даже не российского, получается, СССР. То есть вот как можете описать вот индустрию этого времени именно применительно к России? Как относились люди к искусству? То есть вообще как... То есть существовал ли арт-бизнес? Либо это было больше как бы такое коллекционирование искусства? Нет. Ну, вообще, надо сказать, что в советское время коллекционеры – это было слово ругательное. То есть искусство должно принадлежать народу, а коллекционеры – это такие хапуги, которые все себе. Или это какие-нибудь контрабандисты, которые здесь купят, там, за границу пытаются вывезти, продать. Если вы посмотрите советское кино про коллекционеров, то это какой-нибудь цеховик или криминальный скупщик краденого. Вот. Поэтому коллекционеров приходилось выращивать как бы заново. Значит, ну, я начинал не потому, что я решил стать арт-дилером, чтобы был какой-то рынок. А я просто... Вообще коллекционер очень быстро образовывается. И поэтому я, когда начал коллекционировать, через три года понял, что та коллекция, которую я собрал, мне неинтересна, мне не устраивает. Ее надо продать. И, значит, не нашлось никого, кто бы мне мог это помочь сделать. Ну, и мне пришлось заняться этим самому. Сделал я это успешно. То есть и начал собирать уже новую коллекцию. И вот таким образом я стал этим первым арт-дилером. Не потому, что я хотел, а потому, что хотел как раз продать тот актив, который у меня тогда был. Понятно. Рынка не было. Был советский рынок, распределительный тогда. Но, собственно говоря, первая рыночная акция была в 88-м году. Это аукцион Сотбис. Сделал русский аукцион. То есть рынок, он больше представлял работы российских и советских художников. То есть говорить о том, что на рынке были произведения иностранных художников, об этом речи не было. Рынка не было вообще в стране. Вот смотрите. То есть в принципе художественный рынок, можно сказать, что даже самый успешный из советских, из тех рынков, которые росли на территории советской. Но просто когда я начинал, еще рынка не было. У нас до 93-го года в принципе основной покупатель жил за рубежом. Это было. Если говорить о специфике, то есть внутреннего рынка не было вообще, потому что была большая, огромная разница в ценах. То есть хороший, известный художник в России стоил дешевле, чем начинающий художник в Германии. И за счет этого, соответственно, практически очень сложно было составить внутреннему коллекционерам конкуренцию западную. Ну вот с 93-го года первые банки начали собирать искусство. И мы стали строить вот эту ситуацию, которая более-менее похожа на европейскую. То есть вообще с 93-го года мы фактически занимались копированием. Там галереи, здесь галереи, там ярмарка, здесь ярмарка, там аукцион, здесь аукцион. Вот. И в первую очередь именно потому, что все-таки в основном ориентировались на европейского покупателя, американского покупателя. И действительно, то есть российский рынок, можно сказать, начался через 10 лет, в 2000 году. То есть, ну вот я, собственно говоря, 10 лет я там делал выставки, помогал художникам. И таким образом, значит, когда ты делаешь выставку, тратишь какие-то деньги, взамен берешь искусство. Или когда художник начинает, ты хочешь, чтобы он сделал выставку, ты ему платишь стипендию, взамен берешь искусство. То есть в 2000 году это вдруг все стало очень, ну, несколько, не все, а те художники, которые стали известны, стали очень дорогие. И вот в 2000 году мы, ну, условно говоря, там разбогатели. Ну, по крайней мере, перешли в другое, в другой какой-то статус. А что произошло? Это получился какой-то, ну, такой полномерный процесс, когда люди поняли, что такое искусство и что с этим делать? То есть как вдруг произошло вот рост цен на рынке российском? Нет, ну, то есть там была, во-первых, недооцененность, которая, ну, продолжает существовать. Вот. И во-вторых, ну, как бы соединились. То есть, условно говоря, граница исчезла. Или она не исчезла, но она стала, ну, вот, там, размером в пошлину. Да, то есть если раньше, там, внутри России цены, там, одни, а вне России цены в 10 раз больше. То вот стало, там, внутри России на 30% меньше, чем у меня. Ну, как-то это более-менее гармонизирует. Кроме всего прочего, это естественный процесс. Художники стали известны. Дело в том, что то же самое происходит с какими-то художниками во всем мире. Просто, условно говоря, там, в Нью-Йорке 100 тысяч художников. Из них, там, ну, допустим, тысяча выставляется в галереях. Из этой тысячи сто, например, музейные художники, которые за последнее время очень выросли в цене. То есть, получается, из ста тысяч сто. То есть, один из тысячи. А в России это было, там, 50 из 150. То есть, как бы, круг был небольшой, поэтому, ну, как мне кажется, понятно, что их было больше художников. Но, ну, то есть, как бы, большинство художников, ставших известными в мире, первую выставку делали у меня в галереях. Кстати, вот у вас в 94-м, по-моему, выставка Энди Орхола была. Была выставка Энди Орхола, но это у меня было обменное. То есть, понятно, что были партнеры. У меня был очень такой хороший партнер в Нью-Йорке, который делал первые выставки Бойса, который работал с Энди Орхолом. И я, значит, делал в его галерее в Нью-Йорке выставки русских художников. Он, значит, соответственно, вот у Орхола и Бойса. А как российская публика отнеслась к выставке? Ну, то есть, непосредственно к самим работам? Нет, ну, как, ну, что такое? Дело в том, что я сказал, что рынок начался в 2000-е, а публика российская по-настоящему началась где-то, ну, еще через пять лет. То есть, в принципе, до этого людей, которые интересовались искусством, это был, ну, какой-то достаточно узкий круг людей. Естественно, это люди знали Энди Орхола. Я, правда, привез достаточно такой проект, не самый известный, альтер-эго Орхола. И поэтому, да, интерес был к этому. Но, ну, в принципе, как бы наша общественность, она, конечно, ну, была шокирована, потому что это маленькая частная галерея, да, привыкли же, что что-то важное должно происходить в каких-то важных институциях. До этого в Пушкинском музее было, там, две работы Орхола когда-то, там, вот, и все, значит, выставлялось. А тут, значит, пожалуйста, можно прийти, посмотреть, можно даже купить, вот, да. И как на цены реагировали? Потому что цены явно отличались от того, к чему люди привыкли вообще, в принципе. Ну, в принципе, русский покупатель, коллекционер, он такой в себе неуверенный, поэтому как раз для него, ему проще заплатить много денег за Орхола, чем меньше денег за начинающего художника, про которого еще мало что известно. То есть, вот, там, в отличие, там, в Европе, там, ну, в первую очередь во Франции, но не только. И в Германии коллекционеры стараются найти молодой талант, вложиться в него и наблюдать, как их вложения растут. Вот, а потому что и они очень гордятся собой, что они вот выбрали, что вот они угадали. Вот он был еще малоизвестен, а мы уже тогда видели, знали. Вот, а русские коллекционеры нет. Они хотят, чтобы, то есть, они не уверены в себе, не уверены в своем вкусе. Они, как бы, сами себе, своему этому вкусу не очень сильно доверяют, поэтому им проще. А, Эндиорхов, все знают, значит, ну, это касается и Левитана, и Репина. Ну, то есть, как бы, они покупают вот то, чьи фамилии на слуху. А если вот говорить о вот тот пример, который вы только что привели по поводу того, что выбирают молодого художника и потом думают, что, как бы, выставляется все это так, что как будто бы они угадали. А на самом деле ведь, ну, как бы, ни для кого не секрет, что рынок искусства, он очень, как бы, так контролируется, скажем так, патриархами вот этой индустрии. И успешность того или иного художника, она отчасти зависит от того, кто с ним работает. То есть, ну, понятно, что... Вы знаете, это, это, это так немножко перегруженная такая ситуация. Я имею в виду, что, конечно, зависит, зависит цены, но не успех. Значит, в искусстве есть понятие консенсуса. То есть, вот таких специалистов, экспертов, да, их много. То есть, там нету места для сговора. То есть, ну, там Минсанская Бенналья раз в два года приезжает, ну, там, на открытие приезжает там порядка полумиллиона экспертов. Ну, понятно, это и участники, галеристы, художники, директора музея, все те, которые вот формируют вот это пространство принятия решений. Галерист что может? Что может? Какая власть у галериста? Да, там, допустим, миллиард, менеджер. Он может из зоны неразвлечения перенести художника в зону развлечения. Да, условно говоря, из этих ста тысяч поместить художника в тысячу. Но вот из тысячи стать, там, условно говоря, вот это сто, которые музейные, здесь уже нет власти одного человека. То есть, это некий консенсус, который решает, и это есть успех. Вот. Ну и, собственно говоря, да, наверное, на цены влияет много очень разных обстоятельств. Но значение искусства и стоимость искусства не всегда эквивалентна. Ну, например, как бы сегодня самые там дорогие из того, что называется современное искусство, это там, как бы, новые абстракционисты американские. Джексон Поллок, Ротко. Почему они самые дорогие? Например, они, может быть, не менее важны, чем, там, и, может быть, чем импрессионисты, а стоят дороже. А просто потому, что Америка молодая страна. Ей там всего, там, 300 лет, да, меньше. И вот у этой страны впервые появилось, то есть, появилось искусство, которое рождено в Америке. То есть, вот до этого, в основном, привозное. Даже Марсель Дюшан, это был художник из Парижа. То есть, и вот это, вот, наконец, появилось явление, которое родилось в Америке, которое американское. И поэтому, с точки зрения истории американского искусства, они художники номер один. А Америка – это очень богатая страна. Вот отсюда цены. Да, допустим, художники такого же, может быть, масштаба, там, русские, могут стоить в 100 раз или в 1000 раз меньше. Или там, зависит, там, тот же Орхо, поп-арт, поп-артисты и итальянская арта Павера. Это, ну, два движения, которые в искусстве примерно равнозначны. Но когда они появились, и даже появились, ну, более-менее в одно и то же время, ну, в Италии был кризис финансовый, а в Америке подъем. И это повлияло на цены, значит. То есть, это не имеет никакого отношения к искусству. Но на цены повлияло. Поэтому, с одной стороны, я хочу сказать, что роль демиурга преувеличена. То есть, есть другие обстоятельства, которые влияют на цены. Вот. А с другой стороны, что, конечно, есть все-таки, это нельзя назвать объективный, но есть все-таки некий механизм прихода художника к успеху. И там, может быть, этот механизм не все видят, вот. Но он есть, он понятен. Ну, это же, с одной стороны, очевидно тоже. Вот вы сами говорили, что когда вы находите молодого художника, вы начинаете в него инвестировать. То есть, будь то это стипендия, будь то это предоставление ему каких-то условий. Разумеется, когда вы аккумулируете большой объем работы этого художника, вы заинтересованы в возврате инвестиций. И поэтому вот этот рост, он для меня, как бы, очень, ну, то есть, он для меня понятен. Именно с точки зрения американского рынка, который вы привели, например, там эти художники родились и в них изначально инвестировали. То есть, никто не может говорить о том, что вот он нам в Пикассо или там в Моне, либо там в Сислы инвестировал когда-то. Нет, эти работы уже существовали, они были, как бы, достоянием общественности, правой. Смотри, вы должны иметь в виду, что рынок в том виде, в котором есть, он достаточно молодой. И он как раз начался. Дело в том, что вообще, тогда про художественный рынок, значит, раньше, ну, до середины 18 века, в тот момент, когда искусство становилось культурным достоянием, художник уже был либо мертв, либо недееспособен. То есть, смена культурных парадигм была где-то каждые 50 лет. Вот вы видели там, 18 век, середина, первая половина 18 века, вторая половина, 50 лет. Что это означало? Это означало, что коллекционер никак не влиял на художественную ситуацию. То есть, искусство становилось значимым в тот момент, когда уже больше оно не производилось. Шутят, что владелец ресторана в Париже больше влиял на культурную ситуацию, чем директор музея, потому что он вот этих художников бесплатно кормил и таким образом поддерживал, а этих нет. Что произошло в конце 18 века, начиная с модернизма? Ну, даже с импрессионизма. Вот это время эпохи начало сжиматься. Допустим, каждые 20 лет, а потом каждые 10 лет начали меняться парадигмы. И первые художники, которые были еще живые, дееспособные, но в это же время уже были культурным наследием, это Матис, Пикассо, Дали, Шагал. Эти художники просто работали как фабрики уже. То есть, есть имя, ты еще здоровый и ты работаешь. Но вот, чтобы было понятно, Пикассо создал работ, которые даже 7 лет назад уже стоили больше, чем Газпром. А сейчас, наверное, стоит как 3 Газпрома. То есть, это Матис, то же самое. Почему, например, именно у Матиса так много повторов? Все, это уже была фабрика. То есть, очень важный момент. Соответственно, что произошло на рынке? Если это раньше художественный рынок был похож на рынок редкостей, ты находишь уникальную вещь. То, начиная с этого момента, рынок стал похож на рынок акций. То есть, ты вкладываешь художника, покупаешь его работу и смотришь, как она движется и так далее. Ты можешь, если ты обладаешь большим количеством акций, ты, конечно, можешь стараться, стимулировать и так далее. Но все равно внутри есть какая-то, есть экспертиза, которая тебе помогает или тебе мешает в твоей игре. И если я вложил в какого-то художника, я могу и проиграть. И я не могу сказать, что я все время, все художники, в которых я вкладывался, они все достигли вершин. Просто у меня действительно, я считаю, очень высокое количество вот этих художников. 15 человек за 10 лет. То есть, за 90-е годы, за 10 лет 15 художников, с которыми я работал, стали известными в мире. Значит, в принципе, считается, что если у галереи есть 2-3 таких, то это очень хорошее галерея. Вот. Значит, вообще у рынка, давайте про рынок сразу тогда, немножко еще несколько слов. Какая вторая специфика? Значит, вот, допустим, если вы там продаете машины, да, и вы можете каким-то образом рассчитать, сколько машин нужно рынку. Потому что люди покупают там машину раз там, ну, допустим, в 5 лет или еще как-то, и вот столько-то людей. И вы говорите, а если там, допустим, ваша производительность больше, вы придумываете механизм моды, что это машины вышли из моды, надо новые. Но так или иначе, какое-то количество машин уходит в утиль, какое-то приходит на рынок. В искусстве все те произведения искусства, которые были сделаны раньше, они не уходят в утиль, они, наоборот, дорожают. То есть любое новое произведение приходит на рынок и конкурирует со всем тем, что было сделано до них. Соответственно, это очень серьезная такая, ситуация для того, чтобы она каким-то образом регулировалась и не мешала новому искусству происходить, значит, существует регламент. Главный регламент – это то, что музеи не имеют права перепродавать то, что они купили. То есть если вдруг какой-то музей, ну, там ему надо крышу починить, решит продать какую-то из работ, которые у него есть, то все сообщество встанет против этого музея. Потому что весь рынок на этом стоит. Что музей забирает работы с рынка, утилизирует, и переводит на другой рынок, рынок обслуживания свободного времени. Он говорит, как бы, музей, ваш бизнес – это продавать билеты, а не продавать искусство. И вот это главный, как бы, такой регламент. Из-за этого у музеев очень важная позиция, и поэтому, собственно говоря, вот это, допустим, я как продюсер художника, как бы, если я хочу добиться успеха, я должен сделать так, чтобы его работы были там минимум в 30 музеях. То есть тогда это и есть такая, как бы, гарантия того, что художник попадет в будущее. То есть, как бы, что он станет культурным наследием. Вот здесь вот как раз очень важный момент. Вот как раз вопрос в том, что это, грубо говоря, переход в голубые фишки. Когда компания, условно, попадает в S&P, это то же самое, что работа того или иного художника попадает в какой-то известный музей. Но вот здесь вопрос. Вот этот рынок все равно, то есть, как бы, я с вами полностью согласен, что есть объективный, есть фактор, есть субъективный. Но значимость вот некоторых игроков на рынке настолько велика, плюс многие из них входят в попечительский состав музеев и так далее. И есть, как бы, условно, можно говорить о том, что есть ряд манипуляций, которые могут приводить к тому, что работы попадают в музеи. То есть есть объективный фактор, исторически сложившийся. И есть совершенно новые работы, которые... Здесь просто надо иметь в виду, что мой ресурс, допустим, это как раз то, что я действовал согласно, ну, как бы, своим представлениям о том, какое искусство интересно и попадет в историю искусства. Если бы я вдруг начал бы играть, ну, там, допустим, как вы говорите, вот волею судьбы мне попало в руки огромное количество работ какого-то художника, и я заинтересован в его продвижении, то тут же мой ресурс бы опустился. Потому что вот если я делаю ошибку и сразу все указывают на то, что я сделал ошибку, то моя сила уже уменьшилась. И, собственно говоря, вот эта кажущаяся власть, она на самом деле одновременно... То есть ты понимаешь, во время... Это очень интересно. Во время Венецианского биеннале, когда приезжают эксперты и смотрят искусство со всего мира, в 90% случаев все согласны, но в 10% у каждого свое мнение. Вот это примерно те пропорции, в рамках которых ты свободен, условно говоря. Конечно, ты должен иметь свободу. Я делал выставки художников, мне критики приходили и говорили, что это вообще не то. А потом я доказывал, что это так. То есть ты должен иметь свободу, чтобы настаивать на своем видении. Но в то же время надо понимать, что для того, чтобы тебя вместе с художниками из среды вообще не выкинуло, вот эта свобода, она, значит, должна быть в соотношении какого-то. Одна треть, а не две трети. А в чем заключается вот это умение видеть? Ну, то есть я понимаю, тут есть определенная модель. Мне объясняли, когда я общался, значит, с известными арт-дилерами, что ты не должен пропускать это через призму собственного восприятия. Ты должен как бы быть, пойти вот этим путем автора, который изображает какой-то объект или какую-то картину. Ты должен попытаться накинуть на себя его видение и пропустить через себя то, то есть без призмы собственного восприятия, без своей какой-то критической оценки. Попытаться взглянуть на мир его ситуации. Но когда речь идет о том, что вы пытаетесь угадать своего рода тренд и нужно сделать ставку на того, грубо говоря, или того художника, который понравится многим людям. Но чтобы понравиться, нужно иметь определенные критерии оценки. То есть если что-то происходит совершенно новое на рынке, ну вот вы привели пример Марселя Душампа, когда его писсуар, которого обозвали фонтан, стал произведением искусства. На тот момент не существовало критериев оценки. То есть, условно говоря, у широкой аудитории не было понимания того, как нужно относиться к искусству. И среднестатистический человек, посмотрев на писсуар, вряд ли мог вообразить себе фонтан, который в голове вот этого... Сегодня вряд ли. Но сегодня уже, по крайней мере, есть категория людей, которые все так или иначе интересуются искусством. Уже есть определенные критерии оценки. Но когда что-то совершенно новое и вот не существует критерий оценки, как вы умудряетесь определить, вот на этого ставлю, этот пока еще не готов? Ну, у меня много разных подходов. В принципе, искусство, то, что я называю, контекстуально. То есть, при том, что я как бы стараюсь работать с художниками, а не с предметами, в том смысле, что если я после разговоров, после просмотра работ, понимаю, что человек талантливый. И даже если его работы еще не те, которые придут на рынок, все равно я начинаю с ним работать, потому что, если ты работаешь долго, то ты понимаешь, что художник будет меняться. Но вот эта контекстуальность, то есть ты всегда проверяешь его... Есть таких четыре контекста. Значит, первый контекст – это история искусства. То есть ты соотносишь это произведение с тем, что делалось до него. Второй контекст – это языковой. То есть ты соотносишь с тем искусством, которое сегодня делают его коллеги. То есть как это соотносится вот с сегодняшним искусством, которое делается во всем мире. Третий контекст – он социальный. Потому что, ну, по крайней мере, то, чем я занимаюсь, я считаю, что только сиюминутное остается в вечности. То есть произведение искусства так или иначе отображает время, настроение, что-то, то есть уровень развития технологии. То есть оно должно в себе содержать информацию о том времени или месте, в котором оно создано. И четвертое – это, ну, назовем это биографии. То есть это внутренняя стратегия. Стратегия художника и так далее. Вообще, это очень долгий разговор. У меня есть специальная лекция для художников. Я им рассказываю, как смотрят на искусство. И где показываю, как трансформировались системы критериев, контекстуальность. То есть, и что произошло сейчас, когда все критерии разрушены. Сегодня нет как бы критерий. Вот. И было много разных периодов. И вот это очень важно понимать, что иногда люди ошибаются именно потому, что они пытаются сопоставить или выровнять искусство, которое было создано в разное время. Надо иметь в виду, что, например, музей, нам кажется, что это естественная часть художественного процесса. А ведь первые музеи – это когда французская революция захватили Лувр и так настолько обалдели от этой роскоши, которые не понимали, что с ней делать, что вместо того, чтобы разграбить, просто пустили всех смотреть. То есть, как бы, это совсем недавно произошло. Например, опять же, до французской революции в искусстве существовал заказчик. То есть, некий внешний человек, буржуа, монарх, церковь. То есть, кто-то, кто был заказчиком, чьи вкусы, а значит, чьи задачи. Например, если церковь хотела, чтобы, когда верующий заходит в нее, чтобы у него мурашки шли по коже, церковь говорила, мы хотим, чтобы искусство было сакральным. Значит, если буржуа хотел украшения, он говорит, мы хотим, чтобы было красивым. Там эпоха просвещения, монархи говорят, что мы хотим, чтобы было похоже на реальность, как живую, чтобы оно обманывало зрение. То есть, был заказчик. Когда появилась французская академия, почему вообще взрыв именно во Франции? Значит, французская академия узурпировала себе право заказчика. То есть, они отбирали искусство, которое потом приходило на рынок. То есть, мимо них не могло попасть к заказчику, к покупателю. И вот когда художник стал оценивать художников, начался какой-то бурный взлет и развитие искусства, появились чисто художественные критерии. Поэтому все, что было до этого, это одна история. Все, что, условно говоря, после салона отверженных, то есть, это середина XVIII века, это совсем другая история. И то же самое, то, что я сказал, что во времена Дали, Матисса, Пикассо, когда культурные парадигмы стали меняться очень быстро, все поменялось. И уже нельзя сравнивать. То есть, это совсем другой рынок. Сейчас очень интересная ситуация, потому что в 70-е годы за счет смены парадигм, то есть, собственно говоря, опять же, очень важный момент, до XVIII века каждое новое, оно опиралось на старое. То есть, вот было искусство прошлого, и что говорил новый художник? Он говорил, либо он был человек золотого века и говорит, вот раньше было прекрасное искусство. Моя задача приблизиться к тому, что делали мои предшественники. Или человек прогресса, который говорит, раньше было хорошо, но я сделаю лучше. Я сделаю еще один шаг. Но эпоха модернизма – это когда последующее поколение начало, наоборот, не спровергать предыдущее. Раньше было неправильно, раньше было плохо, раньше было… Мы делаем новое. То есть, новая система критерий. То есть, не развитие старой, а развитие новое. Что произошло? Фактически, один раз вы, например, посмотрели, как новое сменяет старое. Вы этому аплодируете. Вы за новое. Потом смотрите, как это новое снова стало старым. Пришло новейшее. Вы уже не так быстро аплодируете. Но когда одно за другим происходит, вы понимаете, что любое новое скоро станет старым. Все быстрее и быстрее. То есть, система критерий, критериальный аппарат полностью разрушен. И вот тогда начались очень интересные процессы, которые привели к сегодняшней ситуации. Например, появилась критика. Влияние критиков, то есть, когда нет критериев, то вы, как покупатель, вы хотите, чтобы вам кто-то объяснил, как вы говорите. Залез в душу художника. Значит, это очень интересно, потому что критика тоже была разная. Были периоды, когда статья о художниках, вообще оценка искусства была похожа на, вот как этот психоаналитик пытается расшифровать ваши сны. А, это означает это, а банан – это хуй, а красное – это означает венерв. То есть, и вот он, значит, описывает искусство практически как сон. Расшифровывает. Были периоды, когда это были, наоборот, как будто бы марксистский текст. Вот этот художник родился в тяжелых условиях на окраине, афроамериканской окраине Америки, поэтому в его творчестве, да, то есть как бы, то есть было много раз, были структуралисты, то есть это все. Потом был бунт художников, которые сказали, что мы будем создавать искусство, которое невозможно будет интерпретировать. То есть это все очень интересно, в это все можно с огромным удовольствием погружаться. Вот. Ну и самое главное, что сегодня исчезла темпоральность, временность. То есть сегодня искусство не оценивается так, как новое, старое, там и так далее, и так далее. Сегодня осталась, можно сказать, личность художника, его талант, его включенность в тот или иной контекст. Вот. И именно поэтому это сложно, именно поэтому нужны специалисты, эксперты. Не для того, чтобы вы выбрали, что вам нравится, а для того, чтобы хотя бы ограничить круг художников, потому что работает все с избыточностю. Ну вот, знаете, я просто, когда читаешь эссе там по той или иной картине, про, допустим, не знаю, одно из которых меня впечатлило, это когда было написано эссе там по поводу там серии работ Поллока, и когда критики и эксперты рынка начинают описывать чуть ли не магическое вот это разбрызгивание, там какая-то биоэнергетика, связанная с телом, и том, как в картину вписывается биомеханика тела и так далее. и потом, когда ты смотришь видео, когда какой-то чувак там под полукайфом с сигареткой там где-то на траве раскатал там рулон и что-то там... Ну, это был алкоголик, а не наркоман. Ну, в общем, под кайфом, можно, кайф бывает разный, алкогольный или там наркотический, ну, в общем, алкоголик раскатал там рулончик и что-то разбрызгивает, и когда ты видишь, как это творилось, и то, как это вот описывается с точки зрения академической, это, ну, для меня, как человека, который как бы, ну, является наблюдателем больше искусства, нежели профессионалом, возникает такой определенный разрыв. Я вижу, я не видел, как творил там Модильяни, я не видел, как творил, хотя есть фотографии, да, там, как это все было, но тут реальное видео. Человек наш, условно, современник, то есть, как бы, не так давно живший. И когда потом цена начинает там 100 миллионов долларов за вот то, что было сделано вот так, ну, я не совсем понимаю, то есть, и тут я понимаю, что это спекуляция, что это абсолютно спекулятивный рынок, который, на который работает огромное количество людей. Работают музеи, работают аукционные дома, работают критики, работают, ну, в общем, огромная индустрия, направлена на то, чтобы вот создавать вот эту пирамидальную структуру, на которой, на вершине которой образуются произведения работ, которые, по сути, ну, ну, я не знаю. Я могу здесь единственное, что вам сказать, что вот для того, чтобы правильно оценить, ну, например, там, того же Полока, нужно же понимать вот сумму этих рынков, как это, как это выбирается, то есть, новое, не новое, есть понятие уникального, есть понятие влияния, да, то есть, что сделал этот художник, то есть, реально, да, что касается, ну, художественных текстов, ну, действительно, условно говоря, ну, эпоха ташизма, это эпоха биомеханики, то есть, это, ну, как бы, рука, от нее породилось все это уличное искусство и так далее, и так далее, а про цены, конечно же, все-таки это именно потому, что вот эта группа художников оказалась самой влиятельной, Декунинг, Полок, Ротко, самые влиятельные из тех, которые были в Америке, они повлияли на всю ситуацию, они изменили всю ситуацию, и там можно много говорить, и с точки зрения вот этих психоаналитиков, и с точки зрения как бы марксистов, вот, то есть, но в целом, мне кажется, что, безусловно, именно уникальность вот этого шага вперед, дело в том, что эпоха модернизма, вот смотрите, допустим, есть 20 критериев, по которым вы оцениваете, и вдруг один критерий становится самым важным, ну, новизна, то есть, вот сейчас даже это практически ругательное слово, новизна, стало, то есть, не ново говорить про ново, то есть, но большое количество времени, оно отложило, все остальные критерии как бы отступили другие качества, и, естественно, в этой, в этом, язык, эта языковая гонка, она была очень увлекательная, она родила вот этих героев, потому что все-таки это, искусство, это формальная вещь, и в ней проблема языка, это главная проблема, ну, а что касается цен, ну, я вообще, честно говоря, не очень понимаю, я знаю, а что вот эти, ну, все, что производится для, ну, для вот этого мира, оно все дорогое, дороже, чем те, там, усилия, которые потрачены на его производство, то есть, можно сказать, что весь мир сегодня спекулятивен, ну, по большому счету, в чем цена, какова цена, там, я не знаю, плащаницы, вот, привезли в Россию плащаницу, кусок тряпки, привезли на отдельном самолете, поместили в храм Христа Спасителя, и двое суток, двое суток очередь была, то есть, надо было простоять двое суток, чтобы попасть, вот, ну, скажите, что это спекулятивный интерес, ну, может быть, но, с другой стороны, если это часть истории человечества, этот предмет, да, в нем заключена вот эта огромная ценность, мы сейчас не про ценность, то же самое работы Поллока, там заключена огромная ценность, вот, ну, в принципе, я, конечно, рад, что вы задумываетесь над этим всем. Вот, мне тоже еще, знаете, интересен, какой момент, вот, часто искусство использовалось, как, ну, не только как инструмент самовыражения и как бы самоотображение того мира, как ты это видишь, но также использовалось как инструмент для политических и социальных высказываний. То есть, были определенные какие-то идеологические убеждения, эти идеологические убеждения выплескивались на холсте или там в каких-то объектах, созданных там, не знаю, в скульптурах и так далее. Вот, насколько сейчас, учитывая того, что общество очень сильно парализировано и вот этот вот хайп, который связан с тем, что, ну, то есть, сейчас, условно говоря, люди ориентируются не на на какую-то идею уникальную, а сделать просто что-то настолько, ну, я не хочу сказать омерзительным, настолько режущим глаза и взять самые такие острые темы, там, не знаю, политику, социальное неравенство, сексуальное неравенство, там, джендерную историю и использовать это в искусстве как инструмент для быстрого роста и для популяризации того, что ты делаешь. Но на самом деле идеологически со мной это никак не связано. Я просто понимаю рынок, я понимаю, как все устроено. У меня есть хороший ассистент в виде профессионального галериста, который говорит мне, ребята, так вот, ты классно рисуешь, но давайте делать так для того, чтобы быть в тренде и чтобы быстро взлететь. Вот насколько сейчас это все... Я могу сказать, что, ну, сегодня каждый художник сам себе выбирает стратегию. То есть, сегодня нету таких общих стратегий, да? Поэтому наверняка какое-то значительное количество художников выбирает стратегию там взорвать общество. Другой вопрос, получается у них это или нет? Например, вы говорите там феминистское искусство. Ну, вот я видел немного хорошего феминистского искусства. Именно потому, что тот художник, который рационально себе говорит, вот такое интересно, у него не получается. Понимаете? Вы не можете быть чернокожим. Если вы не чернокожие, вы не можете делать вот это искусство свободы, как Баския. То есть, как бы, это очень интересно. Есть вообще это очень... Пространство стратегий художественных, это очень интересно. То есть, есть понятие внутренней судьбы. Да? Вот если помните, в России были там писатель-деревенщик. Он сам из деревни, он прожил какой-то опыт, и он силен не столько и не только тем, что он хорошо пишет, а этим опытом. Или там военные писатели, которые вернулись с войны и описывают то, что происходило с ними на войне. Это хорошо, это прекрасно, если у тебя есть такой бэкграунд, а если у тебя нет такого бэкграунда, тогда начинается очень интересный. например, набеги на профанные зоны. Там, Пикассо восхитился африканской маской. То есть, он взял, заимствовал эстетику. Закон только один. Заимствование в профанной зоне ты должен сделать настолько мощным, чтобы оно стало культурным достоянием. Энди Урхол использовал первые шелкографии. В то время шелкографии использовались только наносили, на поезда наносили такие трафареты. Потому что этот вагон едет туда-то. Потому что мало ли, чтобы на перекладных его не перепутать. Маркировка вагона. То есть, или там Раушенберг, он видит витрину, авенью, пятая авенью, и делает свои работы. То есть, он вот эту эстетику, когда в этой стекле отражается и человек, который на нее смотрит. То есть, фактически, это второй путь. То есть, как бы сделать набег куда-то и вытащить оттуда свою. Наверное, есть еще какие-то. Художник, который ищет зону, в которую никто не залез. там типа, о, никто этим не занимается, я этим займусь. В принципе, я просто что хочу сказать? Что это чуть ли не главная сегодня задача художника найти свою нишу. И просто непонятен ваш такой немножко снисходительное к этому отношение, потому что мы как раз с вами хотим, чтобы художник не повторял, а чтобы он нашел свою нишу. Я объясню. Вот твой вопрос. Вы потрясающий пример привели. Когда Пикассо увидел Маску или там другой любой художник, там Ворхол обратил внимание на какой-то нестандартный способ отображения работы, это было его видение ситуации. Он увидел и реально вдохновился этим. То есть, он увидел то, что не видят другие, поскольку у него артистический склад ума, его гений внутри него двигал его в том или ином направлении, он постоянно находился в творческом поиске. В тот момент, когда что-то он видел, и когда его бэкграунд наталкивался на что-то уникальное, что его какой-то уникальный взгляд вычленял среди всех, он брал это за основу своего творчества. Сейчас я говорю о том, что люди не находят что-то, он увидел и восхитился, он садится и начинает так, на чем бы мне сегодня похайпить, окей, Путин, и начинаю рисовать Путина. Не потому, что он Путина увидел как элемент, не знаю, он его восхитил своим образом, а потому, что Путин фигура значимая на международном рынке. Я вам так скажу, хорошо, я вам так скажу, плохого искусства больше, чем хорошего. Зачем о нем говорить? Посмотрите, здесь же очень важный момент, пока это искусство не попало в зону развлечения, вот еще раз говорю, в Нью-Йорке 100 тысяч, в Берлине 8 тысяч, в Москве 7 тысяч художников. Пока оно где-то там находится, нас вообще не важно, что там нарисовано. Нас интересует то, с чем этот художник попал к нам на глаза. Когда он попал к нам на глаза, мы его начинаем оценивать. Да, действительно, плохого, вторичного искусства много, причем иногда много, не потому, что человек не талантлив, а потому, что он, у него оптика плохая. Вот я могу привести просто такой пример одного художника. Я, к сожалению, сейчас эта история была 15 лет назад в Нью-Йорке, я не помню его имени. Он приехал покорять Нью-Йорк, художник, значит, и понятно, что никому его искусства не нужно было. Он устроился на работу, он там занимался, я не знаю, в ресторане, уборщиком был, всем угодно, чтобы покупать краски и рисовать. Но однажды он сделал проект как раз про это. И его пригласила одна из лучших галерей. То есть, он сделал проект про человека, какую цену человек платит за то, чтобы быть художником. То есть, его картины были где-то в углу и они были действительно такие, какие-то непонятно, ну там, непонятно о чем. А вот его, как бы, работы, проекты, вот он убирает, вот он торгует, оказались интересны. То есть, вот я просто что хочу сказать? Что это очень такой жесткий мир. В нем художников в десятки раз больше, чем этот мир нуждается. и поэтому вот такая вот, то есть, вот такой процесс найти свое, с ним сталкивается каждый. Но кто-то, у кого-то зрение улучшается и он видит, а кто-то нет. И я, я могу мне там пересказывать какую-то акцию. Я хочу сказать, что, ну, плохих акций так же много, как и плохих пейзажей. Зачем их обсуждать? Имеет смысл обсуждать то искусство, которое существует хотя бы на одном из четырех рынков. То есть, в принципе, на самом деле художественных рынков четыре, не один, а четыре. То есть, то, которое на одном из этих рынков функционирует, выполняет какую-то функцию, тогда мы говорим. А говорить о том, о неудачах, ну, более того, я хочу сказать, что внутри каждого удачного художника есть, если расследить историю, был какой-то период неудач. вот. Ну да. Вот здесь получается, мы приходим к тому, что насколько важна роль профессионалов с точки зрения именно, которые выделяют те или иные объекты культуры, как определенного рупора донесения месседжа. то есть, грубо говоря, вот тот же пример, который вы сейчас привели. Вот эти работы без интерпретации профессионала, имеющего репутацию, оно, наверное, имело бы меньшее значение. То есть, грубо говоря, развешивали бы эти работы на стенах галереи. Пришли люди совершенно, ну, скажем так, любители искусства, но, как правило, эти любители искусства, так же, как и любители машин, не все разбираются в механике и того, как это все устроено. Они приходят и они видят то, что они видят. И вот здесь появляется профессионал и говорит, ребята, смотрите на это вот с такой точки зрения. И начинает эту ситуацию раскручивать. Я просто что хочу сказать. Я не против этого вашего тезиса. Просто я хочу сказать, что немножко это настолько переоценено, что мне хочется сопротивляться. Это, знаете, точно так же, как политтехнологи. Там на выборах говорят, вот, политтехнологи. А я смотрел опросы, например, дождь, обычный дождь в день выборов тоже влияет на результаты. Потому что там, условно говоря, либеральные настроенные люди готовы в дождь стоять в очереди. То есть не готовы. Они возвращаются домой. А там коммунисты или там радиканы, они будут стоять для них. То есть ответ да, конечно, зависит. И много зависит. Но вот демонизировать эту зависимость, мне кажется, неправильно. Потому что это не один. Вот если бы один был такой, один галерист или там один музей, понятно, тогда вообще это ужас. Это Советский Союз. Но так как музеи, например, русское искусство коллекционирует около 300 музеев в мире. Ну вот, значит, соответственно, уже есть какой-то воздух. Там на Челси порядка тысячи галерей, из которых как минимум две трети работают с художниками не нью-йоркскими. Поэтому, если ты приезжаешь и ты ходишь по этим галереям, показываешь, то есть этим не понравилось, этим понравилось. То есть я именно к тому, что роль есть, роль важная, экспертизы, роль гораздо более ответственная, чем раньше. Потому что раньше, допустим, если художник не оценен, его творчество куда-нибудь на чердак закинули, а следующее поколение пришло, там стерло пыль и говорит, да он же гений. Сегодня такого уже произойти не может. Сегодня, если художник не оценен, то его творчество уничтожается. Негде храниться буквально. Поэтому роль очень ответственная. Но в то же время ценность каждого или статус каждого участника этого настолько крепко завязана на его предыдущий успех, что говорить о том, что этот человек может просто по своей какой-то воле вот этого взять и поднять, а этого не взять, это неправильно. Например, в Европе сегодня из-за того, что в 80-е годы была такая программа поддержки молодых художников, хороших художников больше, чем это нужно для функционирования. И там действительно вот этот элемент удачи он важен. Что вот этому художнику повезло, а этому нет. Но вот сказать такую ситуацию, что плохой художник пробился куда-то с помощью этого, я просто такого не знаю. Окей. просто может быть понятие плохое это субъективное. то есть нельзя в искусстве назвать плохой художник и хорошей, потому что палочка-палочка там человечек, да, и вот пожалуйста тебе ваш пример, там есть примитивное искусство, которое сейчас стало очень популярным. То есть это все зависит скорее всего от того, как как люди голосуют за то или иное направление и какой бэкграунд у них есть для того, чтобы понимать его либо отрицать. Вот знаете, мне здесь больше интересен вопрос вот некой синергии между художником и человеком, который выступает в роли как помощника в его карьере. Вот это вот существует ли здесь определенные менторские взаимоотношения, либо все-таки галерист или человек, который помогает художнику там пробиться, он принимает художника в том сыром виде и никак не влияет на его творчество. Либо все-таки учитывая опыт и бэкграунд, он помогает художнику как бы несколько сдвинуть его карьеру, его стиль для того, чтобы он больше добился успеха. Ну, как бы в чистом виде считается, что нет. То есть художник это художник, продюсер продюсер. Но в то же время, например, приходит художник и у него пять проектов и ты выбираешь один из них. ты ни во что не вмешиваешься. Ты просто говоришь, это интересно. У нас так было с группой АЕСТом. Я выбрал их проект, который стал... Но они пришли с разными проектами. Соответственно, я каким-то образом, наверное, повлиял. Но не тем, что я начал внутри проекта говорить, вот это переделайте, это сделать, а тем, что я выбрал этот проект для того, чтобы продвигать. Вот. Поэтому бывают очень разные как бы ситуации, в которых там, например, ну, жены влияют настолько, что вот Илья Кабаков, там, в последнее время они подписываются, Илья и Эмилия Кабакова. То есть, она вначале в качестве жены влияла, влияла на что-то, а потом стало понятно, что этого влияния уже так много, что она уже соавтор. Вот. То есть, как бы вообще в целом, в целом, раз искусство стало, то есть, вот, если сравнивать искусство и наука, ученые тоже раньше были одиночки какие-то, которые сидели в монастырях, писали там формулы и так далее, и так далее. когда появился язык науки, то есть, транслировалось, появились коллективы. Собственно говоря, вот это целый институт, который работает над одной проблемой, которые думают одинаково. Так вот, в искусстве, когда это было невыразимо, ну, то есть, неописываемо, тогда и не могло появляться синергией, сотворчества и так далее, и так далее. Как только искусство стало описываться, то есть, если я могу его объяснить, значит, я могу найти единомышленника и сделать что-то вместе с ним. Поэтому сейчас там есть целые коллективы художников, которые работают вместе, да, то есть, это означает, что вот эта магия немножко ушла оттуда, то есть, невыразимости. Раз у нас есть совместная работа, значит, мы как-то друг с другом объясняем цель, значит, это можно выразить. Значит, считается, что это опасность, когда, условно говоря, заказчик, ну, или галерист, выступающий от имени заказчика, влияет на искусство. То есть, я бы так сказал, что как минимум, это скользкая дорожка. просто есть люди, которые, ну, вот если скользкая дорога, вы настолько хорошо водите, что вы просто осторожно водите, а есть люди, которые говорят, не-не, я сегодня не буду водить. Вот точно так же, что если ты, я бы так сказал, что как раз для молодого художника это может быть опасно, впускать внутрь чьи-то волю, чьи-то идеи, а вот как раз когда уже художник велик, инструментально мощен, для него это безопасно, он может услышать твою идею, воплотить, он все равно останется сам собой. А вот если говорить о том, ни для кого уже сейчас не новость, что существуют стартап-инкубаторы, в которых проекты на ранних этапах пытаются как-то довести до ума, и учитывая то, что сейчас арт-бизнес уже многократно подтвердил все возможные конверсии, там все гипотезы уже доказаны, вот существует подобный аналог стартап-инкубаторов, таких арт-инкубаторов, в котором собираются, грубо говоря, ну то есть есть какой-то там совет, грубо говоря, там борт или там еще ряд заинтересованных лиц, которые создают платформы для молодых художников с целью взращивания будущих каких-то там будущих Пикассо или будущих полков для того, чтобы на этом капитализироваться. Ну, я обычно говорю так, что мы создаем не корпорацию, а ситуацию. Что это означает? Невозможно, что, то есть ты должен создать ситуацию, площадку, и люди на нее должны приходить, приходить, уходить и так далее, и так далее. И тогда это будет эффективно. То есть в гуманитарной сфере, в отличие от технологической сферы, в целом корпорации не работают, то есть некие структуры, вот, но можно создать атмосферу творческую, куда будут люди, вот я сделал, у меня в Черногории примерно такая ситуация существует, собственно, вот это Дюклей Ропин Арт Комьюнити, это серия мастерских, в которых там какие-то мастерские даются бесплатно, каких-то художников я даже приглашаю, плачу им стипендии, ну вот это все варится, все вместе и, да, действительно выращивается как-то. Поэтому это не формулируется как стартап, потому что художник для того, чтобы художник рос, он должен перемещаться из одной ситуации в другую ситуацию. То есть представить себе, допустим, что какой-то художник и ты его гениальный там, бла-бла-бла, и ты покупаешь все, что он делает, и он не будет расти тогда. Обычно говорю, что первое, художнику надо найти семь единомышленников, то есть поучаствовать в семи таких ситуациях, где он, да, то есть как бы второе, он должен продать 20 работ, чтобы появилось хотя бы 20 человек заинтересованных в его росте. Получается, что вот этот художественный бизнес, ну, по крайней мере, ну, всегда есть исключение, да, но в целом, глобально, он противится тому, чтобы создавались вот такие вот корпоративные проекты. Ну, хотя есть там, например, в Америке Диа Фондейшн, это собрали коллекционеры, у которых там пять художников очень много работ, да, там, пяти художников, то есть это, то есть, опять же, примеры есть, или там отношения Демиан Херста и Пино, когда они создали последний проект, в который там вложили огромные деньги, 20 миллионов, и так далее, и так далее, то есть, но это скорее исключение, вот что я хочу сказать, а работает это именно так, то есть, я имею какую-то площадку, эта площадка немного полуоткрытая, вот, чтобы туда залетело что-то случайное, я могу сказать, что как бы вот из тех пятнадцати художников, которые вот достигли известности в мире в девяностые годы, и так далее, но минимум половина это не я нашел, а они меня нашли. То есть, в этом смысле как бы выстраивать репутацию площадки важно еще не только потому, что там коллекционеры придут, но еще и талантливые художники придут, потому что поиск художника это отдельный бизнес. Вот есть 100 тысяч, вот вы представляете себе, у вас задача в Нью-Йорке 100 тысяч художников, вы хотите для вот такого стартапа отобрать 10. Как вы действуете? Вы не можете ходить и искать, перебирать, вы должны создать площадку и послать сигналы, какой тип художников вас интересует, и тогда эти художники начнут к вам следовать. Но по сути венчурные компании в принципе точно так же работают, то есть они посылают сигналы и тоже ищут. Вопрос в том, что этот рынок уже существует, и инвестиций в киноиндустрию, которая тоже является своего рода актом искусства, оно тоже есть и тоже доказано. Я просто к тому, что есть ли вот такой тренд, чтобы допустим в будущем, лет через 20-30 будут профессиональные инвесторы в арт-искусстве, которые будут заниматься тем, что они будут... Знаете, если уж на то пошло, то профессиональные инвесторы в искусстве были раньше всего. Вообще художественный рынок самый древний. Вот представьте себе, в 8 веке начали подписывать работы. То есть фактически речь идет о том, что на нашем рынке бренды появились в 8 веке. До этого стоимость произведения искусства оценивалась как размер, количество фигур, материалы, золото, на чем и так далее. И вот в 8 веке после первой работы начали подписывать, стоимость начала зависеть от автора. Так что у нас, безусловно, есть много подобных примеров, что ли, которые показывают, как это действует. Есть определенная специфика. Она заключается в том, что как бы это неотчуждаемый бизнес. В том смысле, что он привязан к художнику, к носителю. То есть ты не можешь этот стартап купить и сказать спасибо, до свидания. Мы будем сами его развивать. Значит, соответственно, он принимает форму человека этот бизнес и, соответственно, имеет все плюсы и минусы этого. Ну и второе то, что я говорил, что нужно создать, может быть, я просто не очень может быть в теме, как работают венчурные фонды. Но в целом то, что я делаю, я стараюсь именно так. То есть я создаю площадку и вокруг этой площадки в том числе и коллекционеры. У коллекционеров свое видение, но они смотрят, перебирают со мной в каких-то художников вкладываются со мной вместе. Вот у нас буквально за время пандемии на вашем языке, если говорить, было создано три новых компании. То есть когда там вот у нас разная комбинация инвесторов вокруг разных художников, которые получили карт-бланш и гарантированные закупки на два года с тем, что они работают, делают то, что надо и так далее. То есть это все есть, но мне это проще это делать, потому что у меня в руках еще и механизм, по крайней мере, на первое время продвижения. Соответственно, им проще со мной. Но по большому счету любая новая галерея это такой стартап. Любая новая галерея это какой-то новый набор художников, которые хотят куда-то. может быть часть из них уже достигла своих, но всегда часть молодых. В принципе нету галереи, в которых нету хотя бы нескольких новых художников, которые она хочет продвинуть. Потому что это ее марка. А если грубо говорить, сколько стоит продвинуть художника до того момента, когда он станет более-менее известным? Сейчас понятно, что кейс бай кейс, но имеется в виду средним. Для того, чтобы у людей было понимание ценообразования. То есть картина вдруг ни с того не стала стоить X, в нее вложили труд, время и так далее. Я сейчас объясню. Существует четыре рынка. Первый рынок это рынок артефактов. Это почти как рынок сувениров. Вы приехали в какую-то страну, увидели художника, вам интересно, вы на память о стране или о чем-то купили произведение искусства. Практически автора там, вы не запомнили имя автора даже. Даже если это дорогая игрушка как-то сделанная, он как бы не важен. Докупили артефакт. Значит, на этом рынке можно начинать с начала, буквально с нуля. Понятно, единственное, что этот рынок может принести художнику какие-то деньги, ничего, кроме денег. Никакого продвижения, ни на сантиметр и так далее. Сейчас последнее время на этот рынок спустились звезды в виде эдишн. То есть вы можете в музейном магазине купить за полторы тысячи тиражную графику известного художника, тираж 500 и так далее. Второй рынок это салон. То есть вот есть огромное количество квартир, офисов, отелей и они все должны быть украшены искусством. Вот это рынок. Наверное, по количеству работ самый большой. Значит, на нем все зависит от страны, потому что это очень связано накрепко с девелоперством. Например, если в вашей стране ремонт квадратного метра стоит столько-то, то ценовой параметр там такой-то такой-то. Значит, этот рынок кормит большинство художников на старте. Этот рынок, две трети галереи обслуживают этот рынок. Значит, для того, чтобы прийти на этот рынок, цена вопроса, надо иметь корпус работы. Условно говоря, художнику для того, чтобы прийти на этот рынок, нужно год нигде не работать. Вот вам первая инвестиция. Минимальная инвестиция. Год жизни. Год жизни в студии с материалами и так далее, чтобы себя показать первый раз на вот этом рынке салонного. Следующий, третий рынок. это рынок так называемый рынок идентичности. Ну, там, условно говоря, есть страна. Россия или город какой-то. У этой страны есть культура. Ты часть этой культуры. Значит, для того, чтобы художник так или иначе был частью этой культуры и так далее, и так далее, допустим, я бы считал так, что он должен пять лет активно работать в этом деле. Естественно, он что-то параллельно и продает. Но, в целом, надо иметь в виду, что вот пять лет это цена входа. Это не значит, что у тебя есть эти деньги, значит, ты туда попадешь. Но, без этого ты должен либо найти способ зарабатывать, параллельно действовать. это достаточно сложно. Дальше идет международный четвертый рынок. Это рынок, в котором ты уже сам по себе, персональный. Да, у этого третьего рынка тоже есть международный аспект. Например, центр Помпиду собирает коллекцию русского искусства. Соответственно, есть художники, которые являются обоймой под названием русское искусство. Они обязательно в центре Помпиду есть. Но, в целом, вот этот рынок идентичностей, опять же, ну, цены, ну, так вот, допустим, если говорить о России, это до 50-70 тысяч евро. То есть, это как бы дальше ты даже занимая первые позиции на этом рынке ты больше не можешь. То есть, это как бы цена, которую тебе готовы заплатить, потому что ты визуализируешь лицо страны или лицо города или лицо феминизма. там, допустим, художники феминистки. То есть, рынок идентичности это когда ты нашел свою нишу, в которой ты занял место. А последний рынок, как бы тот рынок, о котором мы с вами говорим, где каждый сам за себя, где нету никаких коллективов, и которые международные и так далее, и так далее. конечно, на нем, я бы так сказал, 80% затрат должны нести на себе некоммерческие проекты, институции. То есть, на этом рынке в принципе вообще твоя цена зависит от того, сколько, но не сколько инвестируют на тебя, сколько на тебя тратит. Например, Тейт Модерн сделала выставку Кабакова. Тейт Модерн никак не связана коммерческих с Кабакова. Это мощная институция, которая потратила несколько миллионов на то, чтобы сделать его выставку. Она ее прокремела, пропиарила, да? Вот. Но эти деньги очень сильно повлияли. Естественно, они потом в провинансы будут заложены, и это увеличит стоимость его работы. Вот смотри, прямо в день открытия повлияли. То есть, мы там, допустим, при очень тяжелой ситуации в целом для российского рынка из-за того, что, ну, понятно, из-за чего, Путин и так далее, и так далее, значит, мы достаточно успешно продаем его работу. за большие деньги. Значит, соответственно, вот на этом четвертом рынке, значит, что является инвестицией? Ну, участие в ярмарках можно подсчитать. То есть, это, ну, как бы, ну, на самом деле, и все равно, я считаю, что вот четыре пятых это затраты, которые тратят, потому что произведение искусства существует на нескольких рынках. вот, например, когда Тейт Модерн, оно же вполне рыночное, но оно работает с аудиторией, с посетителями. Рынок его не коммерция на искусстве, а коммерция на билетах. Или там какой-то спонсор, который оплачивает рекламу, то есть, ну, в общем, я просто хочу сказать, что инвестиция в художника это одна ситуация. Вторая ситуация, если ты хочешь построить инвестор, вот, допустим, завтра этот художник пошел дальше, ему сделали более выгодное предложение. Вот, это наиболее важная часть, как застраховать себя от того, что художник все равно от тебя уйдет. Вообще, в тот момент... Существуют же какие-то там контракты эксклюзивные и так далее, это же как бы... Смотрите, художник ради продвижения себя нарушит любые контракты. Вы поймите, здесь ситуация такая, вот представьте себе, вы художник, вы продвигаете свое творчество, идеи, вдруг вам предлагают выставку в фантастическом месте, весь мир узнает, а у вас контракт. С какой-то молодой, ну, или там местной галереей, откуда ты родом. У меня была такая ситуация с дубосарским виноградом, когда делали выставку в Джеффри Дейче. Джеффри Дейче это крупнейший в Нью-Йорке арт-дилер, и ему посредники не нужны. То есть он работает с художниками напрямую только. И все. И ты не можешь сказать, ты даже... Дело даже не в том, что ты даже произнести художнику не можешь такое. Настолько это удача большая для них. Поэтому я как бы считаю, что самое простое это инвестировать в работы параллельно. То есть ты инвестируешь художника, говоришь, вот ага, вот тебе, чтобы ты продвигался. Но параллельно ты инвестируешь на каких-то условиях специальных для себя, выгодных, в его работу. И, допустим, в тот момент, когда этот художник взлетел, ты не переживаешь, а радуешься. Потому что у тебя в запаснике 20 его работ. После выставки у Джеффри Дейча значит, ты все довольны. Я понял. Вот. Поэтому это, ну, то есть это как бы техника, что ли. В целом, надо иметь в виду, что художник всегда прав. То есть, когда художник конфликтует с вестером, с менеджером, с галеристом, всегда общественность будет на стороне художника. Это тоже надо обязательно учесть. То есть, что ему все равно относятся как некому носителю какой-то истины. Вот. И общество будет на его стороне. Поэтому все эти контракты, судиться с художником, иногда это стоит репутации. полный. А что это вот за история с private museums? Вот люди, как правило, богатые люди открывают музеи там. И вот что? Это попытка канонизировать работы, которые по меркам таких классических музеев не соответствуют их как бы месту там на стенах. Либо это просто попытка перевода своей частной коллекции на какую-то более, как бы, более иной какой-то принципиальный уровень с целью опять же какой-то последующей популяризации, увеличения стоимости работ своих и так далее. Ну, в первую очередь это, безусловно, перевод. То есть, на самом деле, коллекционер, который решил сделать музей, он сразу получает достаточно серьезный налоговый дедакшн. Просто вот представь себе, значит, если ты покупаешь для себя, ты покупаешь на деньги после налогов. Когда ты покупаешь для музея, то в некоторых странах ты получаешь налоговую скидку или даже если ты даришь музею. И более того, это накопительное. Вот у меня товарищ создал музей в Берлине архитектурного рисунка. У него была очень хорошая коллекция. Это известный архитектор, такой, один из трех ведущих в Берлине. И он построил музей. Он подарил этому музею коллекцию. Она была оценена не им, а какой-то комиссией. И вот это произошло несколько лет назад. Он все еще не платит налоги. То есть у него накопилось налоговый дедакшн. Он полностью управляет этим всем сам. Это его частный музей. там есть безусловно какие-то определенные ограничения. То есть это собственность переданная музею. Она не продается. Безусловно. Но в целом это важно. Второе конечно это память о себе. Человек ну вот я подарил я просто не хотел музея. Я подарил Третьяковке 200 работ. С условием после реконструкции будет зал. Я просто видел как мой товарищ итальянский коллекционер не успел просто распорядиться его своей коллекцией. Заболел и потом мне говорит ты знаешь там вот жена и дочка они у него одного возраста. Они меня уже не стесняются делят там. В общем ужас. Вот. Поэтому очень важно люди считают что надо задача коллекционера распорядиться понять что будет с этой коллекцией после после смерти. Если удается если есть возможность сделать музей это очень хорошо потому что музей как институт потом занимается сам организацией средств для того чтобы публика была и таким образом сохраняет в будущем свое свое видение. Есть третье есть еще просто коллекционеры стараются входить в борды дают каких музею деньги чтобы смотреть потому что там например новые работы закупаются кураторы музеев подготавливают работы и собирают борт говорят вот мы хотим купить эти работы дайте нам денег ты даешь деньги но ты уже знаешь какие работы хочет купить музей это как бы некая инсайдерская информация ты покупаешь этих же художников до того как ну то есть как бы то есть это жизнь настоящая вот поэтому мне как-то удалось пообщаться с айширом фокутаки может знаете такого в японии он тоже музей сделал на свежем воздухе купил туда ватерлилис множество и так далее общение было с переводчиком поскольку он не говорил по-английски но его основная идея была созданием какого-то объекта в котором люди могли воссоединиться с природой и через искусство облегчить вот ему вот этот вот процесс понимания творчества и так далее вот у него все настолько ушло в спиритическую сторону что для него искусство потрачено огромное количество средств на создание этого всего проекта но он больше пытался воссоздать именно вот тот какое-то спиритическое пространство для того чтобы люди могли отключиться вот этого шума вот этот информационного information pollution и погрузиться вот это в арт-среду это же тоже определенный тренд это уже его художественный проект понятно а вот если говорить о роли аукционов и вот этот вечный вопрос аукционы либо private рынок какова роль аукционов на данный момент в рынке искусства и как они влияют на развитие этого рынка и так далее на аукционах обычно все же искусство прошлого в принципе мы настороженно относимся к когда аукционы занимаются сегодняшним искусством продают ну это на сленге называется продажа мокрых работ мокрых только что сделан еще не высох вот ну в то же время аукцион это открытая площадка многие коллекционеры первые работы купили на аукционе а потом уже ну у них не было связи не было да то есть не было отношений знакомств с галеристами и так далее и так далее аукционная площадка пришел зарегистрировался задепонировал деньги и участвовать то есть в этом смысле с одной стороны есть большой плюс вторичный рынок это некое подтверждение стоимости на первичном рынке но цены существенно могут отличаться ну там есть понятие пиковых цен цены могут существенно отличаться но есть опасность именно как раз в том числе и продалась работа очень дорого художник решил что он больше опускаться не хочет а рынка нету на 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 это потому что там очень много случайностей если два человека хочет одну работу или три да то цена подымается а если один человек то цена не подымается да вот поэтому ну я бы так сказал профессионалы конечно относятся к этому нервно нервно но знаешь сейчас вот после пандемии когда очень много ушло в интернет мне кажется стала проще ситуация проще относиться к аукционам то есть сравнялось нет больше этой границы что вот это профессиональные меры аукционы это чисто коммерческое мероприятие существует огромное количество платформ где открытые продажи вот и с одной стороны с другой стороны аукционы стали тоже обслуживать клиентов ну в закрытом формате там Philips DePuri первыми открыли как бы такие галереи Sotheby принимает заказы то есть там вот у нас там Комара и Меламида проект выбор народа Sotheby посредничал значит продал но не через аукцион а напрямую коллекционеру то есть границы разрушаются то есть в принципе галереи либо модернизируются либо отомрут скоро вот то есть интернет достаточно сильно влияет именно на конфигурацию рынка для многих я еще могу сказать что аукционы являются средств с площадкой для моментального пиара когда ты видишь там какие-то совершенно неизвестные люди покупают какие-то за феноменальные деньги картины и пожалуйста бам в следующий день Нью-Йорк Таймс все известные средства массовой информации начинают рубить причем когда это открытое участие в аукционе то есть не через каких-то там представителей аукционного дома либо там каких-то посредников вот таким образом грубо говоря заявляют о себе смотрите ребят я такой богатый я сегодня купил там баски за 80 миллионов за сколько и вот какой я классный парень и таким образом вот подобные мне кажется выходы когда появляются игроки которые не заинтересованы в покупке искусства как объекта какого-то именно исторического культурного значимости а как просто как какая-то голубая фишка которая позволит тебе повесить у себя дома и хвастаться перед друзьями в то же время пропиариться на весь мир мне кажется очень сильно тоже влияет на рынок цены вообще в принципе на рынок деньги они одинаковые вообще деньги кровь искусства поэтому если деньги приходят из ну назовем это рынок амбиций ну значит они приходят из рынка амбиций то есть в принципе лучше если человек таким образом проявляет свою амбициозность чем каким-то другим я бы так сказал вот и потом мы не знаем потому что искусство удивительная вещь там он там из-за каких-то там мы презираем его мотивы он повесил а у него ребенок посмотрел на это совсем другими глазами и это как-то повлияло поэтому то есть работа после того как она ушла из мастерской художника она делает какое-то свое путешествие и главное чтобы она не исчезла мне кажется вот вот единственное чего стоит беспокоиться что вот когда работы просто исчезают да там художник умер пятка там приходишь а там половина работ сгнило плохо и так далее и так далее в этом знаете есть же очень много споров о том рынок хорошо это или плохо для искусства особенно в художественной среде и я привожу примеры что рынок сохраняет искусство потому что если в доме пожар и человек спасает он не будет спасать ни телевизор ни там я не знаю он будет спасать картину потому что она дорого стоит и таким образом таким образом рынок помогает сохранить искусство там они в сейфах Кит Харинг сделал в свое время фреску на детдоме для спидов ну для детей больных спидом эту стену потом я помню то есть когда было все бы снесли но этот галерист хотел заработать он не просто так он заказал там за 200 тысяч он мне показывал специальное сооружение инженерное я помню видел такое да и они этим инженерным сооружением эту стену как-то захватили и вырвали то есть человек был движим абсолютно меркантильными помыслами хотел заработать заработал кстати заработал вот но в результате мы сохранили фреску в результате мы сохранили фреску поэтому рынок это хорошо и вот такие истории ну вот меня они не смущают а почему вот ну в природе человека всегда все как-то вот заложено какое-то знаете вот опошление вот вроде бы рынок искусства речь идет о прекрасном о творчестве о воплощении мыслей идеи о захвате каких-то уникальных там природных явлений мыслей фантазии и так далее и в то же время рынок арт искусства он по-прежнему имеет огромную теневую сторону и всегда есть там там он до сих пор не регулируется и на этом фоне там огромное количество всяких там скандалов эти там фрипор там непонятные какие-то отмывания денег и вот эта вся какая-то криминализация казалось бы совершенно понятного и красивого и простого бизнеса почему все так обязательно нужно опошлить усложнить то что нет уже никакого центра но в целом действительно я думаю что кстати скоро это закончится но то есть одним из самых серых рынков был из-за того что удобно взял подмышку или там ну то есть как бы или там купил и хранишь в Швейцарии в бестаможенной зоне например в криминальном мире было ну в 80-х годах не знаю как сейчас было очень удобно использовать искусство как залог партию героина значит в виде залога положил в сейф там работу модельяне продали вернули деньги вернули картину и так далее и так далее то есть таких историй много вот ну скорее мне кажется к природе человека вопрос чем к самому рынку то есть ну да искусство как товар определение у него есть свои плюсы свои минусы главный минус это ликвидность время ликвидности то есть условно говоря если ты сегодня решил продать свою коллекцию то ты ее сегодня не продашь ну или за бесценок вот то есть в принципе тебе нужно минимум полгода потратить а реально полтора года для того чтобы это если все хорошо это если у тебя хорошие работы то есть это без вот а вот этот плюс главное это то что это удобно сокрывается от всяких налогов там и так далее вы работаете над концепцией постэкономического общества и гуманитарной инженерии можете об этом рассказать что это вообще за история ну да могу значит несколько таких подходов значит ну один подход понятный да то есть это про свободное время то есть в принципе за последние 50 лет мы стали в 3 раза меньше работать в целом то есть у нас там выходные у нас меньше рабочий день мы работаем дома фрилансеры у нас появились отпуска и вот это свободное время оно сформировало бизнес по обслуживанию свободного времени этот бизнес сегодня очень большой то есть там ну в лондоне 17 процентов трат семьи это траты на вот это свободное время половина этого бизнеса это искусство театр кино галереи музеи и так далее это свободное время начало менять вокруг себя все в том числе экономику и вот эта экономика она как бы ориентированная на обслуживание свободного времени она называется постиндустриально и вот эта первая история которая очень важна это именно в том что искусство стало частью именно экономики не только сам арт рынок но большой экономики туризм там же находится обслуживание свободного времени производства предметов потому что ну там стоим стоимости вещей там мебели или гаджетов там заложен дизайн все искусство тоже очень много что это такое значит вот я говорил же в 18 веке художники ученые это были очень похожие маргинальные фигуры один сидел там где-то писал формулы там в какой-нибудь монастыре и посылал письма узкому кругу тех кто может это понять другой значит в мастерской там на заднем дворе там какой-нибудь аристократии то есть они вроде бы пользовались уважением но никакого отношения к реальной жизни где там воевали там хлеб собирали там золото добывали не имели и потом появился инженер то есть инженер это фигура которая с одной стороны понимает вот эти формулы ученых а с другой стороны все время думает об обыденной жизни и вот этот инженер значит воплощает какие-то открытия ученых в индустриальную революцию там произошла индустриальная революция которая вынесла ученого наверх то есть ученый стал на вершине такой как бы социальной лестницы он главный партнер бизнесмена он определяет суть конкуренции да там например конкуренция между двумя компаниями внутри каждой компании сидят ученые которые значит делают вещи и гонка вот этот рынок это рынок в поисках универсального если вы сделали какой-то гаджет кинокамеру более лучшую качествами более легкую более дешевую то ваши конкуренты проиграли значит но в постиндустриальном мире все немножко по другому в первую очередь главным игроком является художник именно потому что бизнес по обслуживанию свободного времени во многом на искусстве соответственно для того чтобы это произошло нужны вот эти то что я называю гуманитарные инженеры то есть люди которые разбираются в искусстве но думают все время о каких-то прагматичных вещах этот мир по другому устроен например там другая конкуренция если например там Гарри Поттер оказался очень успешным фильмом то все остальные создатели фэнтези только выигрывают от этого ну окей но в завершении вопрос просто такой быстрый это кого бы вы могли рекомендовать нам в качестве одного или нескольких гостей для будущих подкастов какое-то конкретное имя или имена людей которых было бы интересно послушать вам ну я не знаю я вот видел что у вас в основном ориентация на бизнес это просто пока так сложилось люди из бизнеса просто быстрее реагируют давайте я потом вам пришлю ну окей ладно окей хорошо Мурат спасибо большое за ваше время было очень интересно пообщаться до свидания